Музыка Главная новость к этому часу. Задержаны предполагаемые сообщники петербургского террориста. Я Егор Максимов. Здравствуйте. Операция проводилась в доме на востоке Санкт-Петербурга. Сколько именно человек были задержаны, неизвестно, но все они выходцы из Средней Азии. И ранее контактировали с террористом-смертником, который взорвал бомбу в метро в понедельник. Во время операции из дома эвакуировали жильцов. При обыске в квартире нашли взрывное устройство. Источник Интерфакса рассказал, что эта бомба аналогичная той, с помощью которой совершили сам теракт. По версии следствия, в поезде метро подорвался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Сегодня появилась информация о том, что Джалилов, возможно, не планировал взрывать бомбу сам. Такой вариант сейчас рассматривают правоохранительные органы, как рассказал источник Интерфакса. Поведение Джалилова, по его словам, не было похоже на поведение смертника. А идеями радикального ислама он увлекся совсем недавно. Поэтому по одной из версий, Джалилов должен был лишь оставить бомбу в подземке. При этом его сообщники могли взорвать устройство дистанционно. Официального подтверждения этой версии нет. ФСБ уже провела обыск в квартире, которую снимал Джалилов. В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв. Пострадал один человек. Как рассказали в Росгвардии, взрывное устройство было замаскировано под фонарик. Мужчина подобрал его на улице рано утром и включил. После чего и произошел взрыв. Пострадавшему оторвало кисть руки. Он получил ранение в живот. Сейчас его прооперировали. Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Инцидент произошел рядом с одной из школ. Занятие в ней отменили. Квартал в районе происшествия оцеплен. Сейчас на месте работают следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины. Теперь решение должно утвердить в Совете ЕС. И вероятнее всего, уже в начале июня украинцы смогут пересекать границу с Европейским Союзом без виз. Речь идет о краткосрочных туристических поездках сроком до 90 дней. С подробностями из Страсбурга наш корреспондент Григорий Жигалов. Накануне на дебатах традиционно ультраправые и ультралевые политические силы выступали против, обращали внимание на уровень коррупции, политические скандалы. С другой стороны, гораздо больше говорили о том, что Европа задолжала Украине этот безвизовый режим. Его обещали давно. Дональд Трамп обвинил правительство Башара Асада в применении отравляющего газа против мирных жителей в Идлибе. Президент США заявил, что его отношение к сирийскому лидеру, цитата, очень сильно изменилось. Позавчера жертвами применения отравляющего газа погибли 72 человека, в том числе 20 детей, сотни госпитализированы. Соединенные Штаты и страны Евросоюза обвиняют армию Башара Асада. В 2013 году, после того, как правительственная армия в Сирии применила газ, Барак Обама заявил, что если подобное произойдет еще раз, это будет означать, что режим перешел к красную черту, и это не останется без последствий. И хотя после этого в Сирии были химические атаки, США свою угрозу до сих пор не выполнили. Дамаск все обвинения в свой адрес неоднократно отрицал. Теперь Трамп говорит, что эта черта была пересечена уже много раз. Эта химическая атака в Сирии просто ужасна. Против невинных людей, в том числе женщин, маленьких детей и даже прекрасных младенцев. Их смерть — это позор для человечества. По-моему, это переходит всякие границы. Когда вы убиваете невинных детей, невинных младенцев, малышей таким смертоносным газом, Люди были шокированы, когда узнали, что это за газ. Они много-много раз пересекли красную черту. На заседании Совета безопасности ООН США обвинили Россию в покрывательстве сирийского режима. Москва заявила, что масштабы химической атаки в Идлибе преувеличены, а видео сфабрикованы. Россия в очередной раз дала понять, что заблокируют любую резолюцию, в которой ответственность за атаку возложат на Асада. Вашингтон же пригрозил односторонними действиями в Сирии. Российский хоккеист Александр Овечкин пообещал поехать на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею в следующем году, несмотря на запрет НХЛ. Накануне главная хоккейная лига мира объявила, что игроки ее клубов впервые за 20 лет не будут участвовать в Олимпийских играх. Владельцы команд не захотели прерывать сезон. Урегулировать этот вопрос с Олимпийским комитетом не удалось. Это главные новости к этому часу. С вами был Егор Максимов. До встречи.